Видали? В Гродно. Мы с Пашкой приехали в Гродно суету наводить. Вкратце объясню, в чем дело. У нас так получилось, что две машины, которые сейчас ехали, они ехали на супер маленьком лафете, и человек сказал, что я могу вам до Гродно довезти, а дальше как хотите. Ну, естественно, мы на это согласились и приехали своим ходом с Машей забирать эти машины. Что в начале видео надо сказать? Да хренища вопросов прилетает каких-то, поэтому давайте уже сама по себе рубрика назревает. Вопрос-ответ, та, которая вроде заходит, которую вы любите. И под этим видосом свои вопросы про Европу, про цены, про сроки, про машины задавайте. Мы все структурируем, соберем. И в следующем видосе запишу вопрос-ответ. А сегодня пока что. Короче, эти видосы, как мы забираем Audi A7 и X-Cat из Европы. Сейчас поедем на таможню и все вам покажем. Таксист нас высадил по адресу на таможню. Мы приехали, таможню тут ни хрена нет. Нашли на карте таможню какую-то другую. Идем просто пешком. Но это ладно. Что еще хотел рассказать? Так получилось, что были куплены билеты на Гродно. Мы на поезде с Машей утром сегодня приехали. Вот, полчаса назад. Были куплены билеты заранее, чтобы выгнать две машины. Одна машина Audi A7 для клиента в России. Вторая машина это X5. Клиент вчера такой говорит, да я сам в Гродно приеду. Поэтому по факту можно было ехать кому-то одному. Но уже билеты куплены. Да и все равно, чтобы в офисе не сидеть, решили вместе в Гродно сгонять. Поэтому X5 у нас забирает сейчас клиент сам. На 7-й вдвоем мы поедем в Минск. И уже потом мы будем выдавать москвичу. Ну а сейчас, собственно, ходим и ищем, где тут эта Гродненская таможня. Идете туда, девушке вот тут. Которая там. Счита за стоянку. Так, счета за стоянку. Включи здесь, пропуска и вылежай. День, два часа минимум не работает. А можно старых рецепт? Снерфа, отправить на декорацию. Что, ты откуда будешь ждать? Снерфа, девушка уже у нас. Два часа будет, ты устанавливаешь. Не, у нас три гусида получается. Снерфа, хочу спросить, чтобы отправить на декорацию. Где ваша? Вас должна быть. И вы куда? Я скажу, что тебе надо, Блин. Ты знаешь, что делаешь за свою работу. Ты много знаешь. Ну, как сказать, сказать, за талантный профиль. Я понимаю, да. Как дела? Ты хочешь что-то? Да, дела у прокурора, да. Хочешь что-то, что-то будет? Да. Короче. Короче. Обстановка. Приехали на там, можно, сейчас, сейчас, с 15 часов. Они говорят, программа не работает. Заработает в 3 часа дня. А в 3 часа дня у них обед. Короче, мы в Гродно пусуемся до 4 часов. Что-то, что делать? Куда мы поедем? Пашка, есть какие-то злачные места в Гродно, ты знаешь? Не знаю. Нет? Я тоже не знаю. Хотел бы вам сказать, напишите в комментарии, но вы что-то посмотрите, когда мы уже домой приедем. Поэтому сейчас будем что-то сами искать. Кто-то, наверное, будет удивлен, но мы привезли не G05, а F15. Потому что еще кое-где, кое-как проскакивают оставшиеся по таможне. Жирнющий, жирнющий 50D, 18-й год, пробега около 80 тысяч. Денег клиенту стало около 51 евро. В Минске такая машина на этом комплекте с таким пробегом будет стоить, я уверен, от 60. Поэтому, ну я не знаю, возьмемся ли мы еще раз везти F15. Возьмемся ли мы еще F15 везти вообще? Да. Да? Ну, короче, вот, видите, если Паша говорит, что их много, значит, возьмемся и привезем. Ну, короче, в машине есть все, что только, наверное, может быть. Ну, хотя вентиляция, а нет, вентиляция есть. Что, торпеда, кожа, Харман. У вас же керамическая. Проекция, ММ, панорама, адаптивный круиз. Ну, короче, колеса только дерьмовые. Надо ему каточки нормальные какие-то засадить. Но зато, смотрите, лучше, в принципе, на зиму. На зиму, зимняя, блин, сама то. Это какой у нас диаметр? Так, 45-я неделя, 20-й год. И они еще выглядят около, как новые, 19-е колеса. Ну, на лето сюда, я думаю, надо покупать 21-е, 22-е. И будет вполне себе нормально это смотреться. Деск заржавевший, потому что машина постояла какое-то время. Разработается, все нормально будет. Вот этот прикол я, кстати, не видел. Что это за прикол? Кто знает, напишите в комментариях, какого хрена зеркало. А вы ее-то видели, когда покупали машину? Ну, я вижу, не понимаю. Я просто первый раз такое вижу. Кто-нибудь знает, что вот это за прикольчик? Ну, типа, тут вообще серого нету ничего. Ни хрома, ничего. Тут все Shadow Line и серое зеркало. Что у нас тут еще есть? Доводчики есть? Должны быть? Есть. Оптика Full. Теперь перейдем к Audi. Audi. Слушайте, вот как на ваш взгляд? Вот радары, ну, судя по всему, в Дистрониках просто два, как, для дизайна, для чего, но смотрится как будто бы так себе. Не знаю, на любителя. Но Audi тоже на хорошем комплекте. Пашка лазил, дверь не закрыл. Ну, а седьмая, конечно, секс. Просто секс. Пробега я не знаю, сколько сейчас возьму у Паши ключ. Посмотри, он там по телефону разговаривает. А что за прикол? Почему у нас не закрывается дверь? Это просто у меня слабые ручки. Ну, жопа. Жопа. Еще с опциональной оптикой. Вот это вот, когда она загорается, она будет трынь-трынь переливаться. Будет красиво. 50D. Тонер. Хорошая. Хорошая. Я вот, кстати, не знаю по квадру. Не, в принципе, наверное, а седьмые все будут квадровые. Хотя, хотя... Может быть такое... Пашка, бывает а седьмые не квадровые? Ну, ты, наверное, не встречал, да? Я не встречал, но я не встречал. А где ключ от машины? Дай мне. Если я заведу, никто не прибежит нас убивать. Да? Ладно, не буду заводить. Просто людям пробег покажу. 91 тысяча. Вон, только что загорелась. 91 тысяча пробег у нее. У нее были какие-то мелкие кузовные работы в Европе. Что-то там делали. Мы сейчас толщиком пробежимся, наверное, посмотрим. Ты не смотрел аудиотолщиком? Нет. Мы ее заявлены. Заявлены. А где толщик найти? Вот как оно и бывает в Европе. Заявлены кузовные работы. Ну как, окрасы. Но где? Нам никто не говорит. А, дилерская. А скажи мне, где заявлено. Ты знаешь или помнишь? Не по Аню. Не помнишь. Тут пока все ок. Визуально ничего не видно. Потому что она грязная. Вот. Крыло окрашено. 170. 150. 105. 150. Это вот клиенты часто переживают. Что если заявлены какие-то кузовные работы. Будет ли на машине там шпатлевка или что. Но чаще всего нет. Вот крыло окрас. Заднее левое. А тут уже порядок. Внутрянку я не буду смотреть. Так, по-быстренькому прибежимся. 100. 90. 90. 99. 87. 95. 300. Ага, у нас и капот окрашенный. Паша. А, он там занят сидит. В X5. Шпатла нет. Есть окрас. Причем тут вторым слоем так нормально намазано. 300 микрон. А заднее... Заднее левое крыло. 170. Отчиняйся. Ну, тут, собственно, смотреть нечего. О, у нас фаркоп даже есть. У А7. Нахрена я фаркоп? Что на ней возить? Тут что? Ремкомплект колеса. И все. О, и насос. Насос. Чуть было не забыл сказать самое главное. Машина обошлась до 90 пробега. 50 D. Сколько Пашка занят? По-моему, около 60 тысяч у нас стало евро. Под ключ со всеми-всеми-всеми делами. Ну, и вот как бы 60, 50. Что бы вы выбрали? Я бы выбрал Audi. Денюжки. Видимо, у Пашки высыпались. Заберу себе. Все, мы пошли, блин, куковать, получается, до 4 часов. У нас по таможне все оплачено. Утильсбор, таможенные платежи, все-все-все оплачено. Нам осталось только дождаться, пока у них заработает эта гребанная программа. А это в 4 часа. Оплатить стоянку, и мы можем забирать машины. Наверное, хрен будет видно на таком солнце. Но... Ну-ка. А, нет, потому что светло. Ночью они бы красненькие вот эти делали бы вот так вот. Если мы будем где-нибудь вечером, мы вам потом снимем, как это все красиво выглядит. Я буду говорить немножко погромче, потому что... Потому что клема работает на полную катушку. Машина сильно нагрета. Короче, за что я люблю регион, так это за то, что все... Любой вопрос, в принципе, можно решить максимально просто и безболезненно. Как я уже раньше говорил, мы пришли и нам сказали, что программа не будет работать на 3 часов. А с 3 часов до 4 минут еще и обед. И мы тут уже немножко подзагрустили. Но нашелся у нас знакомый мистер Икс. Не будем называть имен. Пускай это будет дядя Ваня. И у этого дяди Ваня есть знакомая тетя, пускай будет Снежана. Которая без программ, без всякой бороды просто выписали нам пропуска. Мы заплатили, как положено, за стоянку. Просто, короче, девочки потом, когда программа заработает, оплатят стоянку за нас и все. И нам не надо ни хрена ждать. Времени сейчас час тридцать. То есть мы ни хрена не потеряем. Мы просто подождаем своего друга. И вот мы уже забрали машины. И едем обедать. И, наверное, уезжаем в Минск. Потому что делать нам тут больше нечего. Ну и Аудюшечка, конечно. Просто сок. Просто секс. Просто жир. Я не знаю. Ну какой нахрен X5? Не, мне в принципе просто не нравятся большие машины. Потому что меня в них немного подукачивает. Меня болтает в них. А вот низкие такие тачки, как Ауди, это прям то, что надо. Мы сейчас XA вот Паша паркует. Мы его отдаем. Клиент сюда подъедет. Поедем на Ауди домой. Вот пока сидел, сейчас телефон подключал к машине. И прикиньте, ну это просто провал, я считаю. Чтобы работал CarPlay, он будет работать только через шнурок. То есть, блядь, ну, ну серьезно. Машина стоит 60 тысяч евро. Понятно, что подключится она через Bluetooth. Будет работать просто музыка. Просто голосовая всякая борода. Но Apple CarPlay, чтобы работал, он будет работать только через шнурок. Но это же капец, как неудобно. Алло. Ну и, конечно, мне всегда нравились кокпиты аудюшные. Вот как это все реализовано, как это сделано. Посмотрите. Так, что тут у нас? Вот так, вот так. Подключить телефон, карта. А можно сделать вот так. Что за красота? Таминска осталась 150 километров. Ничего интересного, курьезного не произошло. Машина целая. Мы ее не рассадили. Все живы, все здоровы. Я вам напомню, что вы написали свои вопросы на рубрику вопрос-ответ. Мы их соберем, структурируем. И ответим. На сегодня все. Каратенечки, роличек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok